Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и кто-то скажет, что обзор на АМХ ЦДА-105 он сейчас уже не актуален. С кем-то из вас, ребят, я осмелюсь согласиться по одной простой причине, потому что действительно после обновления цены буквально за неполные 7 минут 1100 игроков приобрели себе данную ПТ-шку. Ну, не точное количество 1100-1100 с копейками машин было на момент обновления цены и уже через неполные 7 минут больше эта ПТ-шка на аукционе перестала стоять в разделе продаж и было написано, что торги завершены. В чем же прикол этого АМХ и стоит ли кусать себе локти из-за того, что ты не успел себе его приобрести? Я думаю, первым приколом данного АМХ является то, что это ПТ-шка 8 уровня, премиумная и, в принципе, ребят, как для према 8 левела, тот ценник, за который машину забирали, он, в принципе, аргументирован. Но, ребят, насколько она играбельная, насколько она классная, насколько она фановая, фармящая и так далее, с этим надо все-таки, ребят, разбираться более подробно. Что я для себя в первую очередь увидел в этой ПТ-шке, так это довольно интересный ствол. Кто-то будет надо мной смеяться, но, действительно, обратите внимание, что ствол идет сначала широкий, а на конце, знаете, вот так вот сужается. Такое впечатление, что вылетает отсюда под калибр, ну а калибр сам остается внутри ствола. Ну, ладно, ребят, шутки шутками, давайте все-таки про ПТ-шку поговорим. Что касается брони, многие говорили, что броня у нее есть, классная и так далее. Да, по сравнению с другими ПТ-шками, броня у нее есть, но смотря, безусловно, с кем сравнивать. Потому что, если вы возьмете, допустим, того же Скорпиона на этом же уровне, или товарища, которого невозможно просто название нормально, не сломав язык, произнести, то в них брони нет от слова совсем, да, ровно как и в СУМ-130ПМ, но здесь бывают рандомные рикошеты, которые меня очень часто удивляют. А МХ, он все-таки, да, в этом отношении, безусловно, покрепче. И эта крепкость, она заключается в том, что мало того, что хорошая толщина самой брони, вот если смотреть в прямой проекции под 90 градусов брони, так еще из-за вот этих вот углов, здесь довольно-таки, я бы сказал, как для ПТ, неплохая приведенка. Давайте будем говорить так, вот в этой вот, я приближу немножко, вот эта вот часть, вот эта часть, вот эта часть. Здесь идет 184 с учетом приведенки, я сейчас буду говорить цифры все с учетом приведенки, чтобы по 40 раз это не повторять. Верхний бронелист 226, вот этот вот передний бронелист, это не нижний, потому что здесь снизу еще бронелист есть, вот этот передний бронелист, здесь идет 107. Вот эта вот часть, которую все ошибочно думают, что ее можно очень классно пробивать просто на ура, здесь идет 169. И в принципе, ребят, я бы сказал, что это довольно прикольно. Что касается верхней вот этой вот комбашенки, 109, и да, действительно сюда будут целить, в принципе, пытаться постоянно, потому что в целом найти себе более мягкое место вот в такой проекции на ПТшке очень сложно, особенно на средних и на дальних расстояниях. Вот здесь вообще зашкаливающая там за 400 приходит броня с учетом приведенки, то есть в принципе, ребят, именно приведенка делает данную машину бронированной по сравнению с другими танками своего класса на восьмом уровне. Теперь, что касается, чем порадует орудие. Орудие порадует вас с учетом того, что вы вот это вот все себе установите, вы будете иметь следующие показатели. Время сведения 3.1, это при том, что базовое 3.6, на разброс у вас будет меньше 0.3, ну 0.28, да, будем говорить. Это при том, что без вот этих всех улучшений оборудки и амуниции им здесь больше, чем 0.3, 0.326. Поэтому, в принципе, оборудование и амуницию я ставил себе так, чтобы улучшать себе время сведения, разброс. Да, безусловно, можно еще немножко улучшить, но тогда вы теряете в скорострельности. Заявленная цифра скорострельности без улучшений составляет 9.11, с учетом улучшений 8.71. И вот мне кажется, что вот это, это самый идеальный баланс, потому что если ты еще себе улучшаешь перезарядку, ты начинаешь терять во времени сведения и в разбросе. А это для ПТ, на который стоит работать на средних и на дальних расстояниях, ну, немножечко удручает. Я бы так это назвал, потому что время перезарядки ты себе улучшаешь не существенно по сравнению с 8.7, а вот существенно теряешь во времени сведения и в разбросе. Но в целом, ребят, вот при вот этом всем, ваши 350 альфы, они становятся гораздо слаще. А углы склонения минус 8 в целом, еще раз говорю, как для ПТ, отыгрываются нормально. Да, безусловно, хочется работать где-нибудь на ровных площадках, но если есть какой-нибудь хотя бы холмик, то уже довольно-таки неплохо по одной простой причине, потому что приведенка становится даже при небольшом каком-то возвышении, на которое вы заезжаете, уже становится гораздо существенней. Ну и пробить, соответственно, вас гораздо сложнее, ну и тем более прячется нижний бронелист, что улучшает, в принципе, игру. Что же касается пробития. Пробития. Пробития можно, можно, ребят, там, типа, говорить о том, что оно зашкаливающее, но опять-таки у меня сейчас здесь пробитие в 273, только благодаря тому, что я установил оборудование на пробитие. То есть вот здесь я потерял в скорострельности, я могу сделать себе еще быстрее перезарядку, но я все-таки хочу, чтобы у меня пробитие было получше, для того, чтобы можно было, ну, более, ну, скажем так, чтобы было проще на дальних и средних расстояниях выцеливать тяжелые танки, соответственно, чтобы в них серых зон было больше. Не знаю, насколько это правильно, напишите свои комментарии по поводу того, как вы поставили свое оборудование, а я пока забегаю в бой. Ребят, если вы за честность обзоров, то перестаньте быть теми 60% зрителей, которые на постоянной основе смотрят мои видео, но не подписываются на мой канал. Я буду вам безумно благодарен за вашу поддержку в развитии канала, и вы это можете сделать не только донатами, которые можете сбросить по ссылке в описании, или отправив какой-нибудь подарочек из игрового магазина мне на обзор, ну и, соответственно, всему честному народу на приятное зрелище, а еще и просто оформив подписку, если финансовой возможности поддержать канал у вас нет. Я вам буду безумно благодарен, от количества подписчиков зависит, ну, судьба в целом канала. Поэтому, ребят, заранее вам огромное спасибо за поддержку канала своими подписками. А также ставьте пальчик на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Итак, ребят, попробуем поехать. Что касается подвижности, согласитесь, едет очень бодренько, с места срывается довольно борзо, и сейчас я уже еду 50 км в час. Это максималка, больше можно где-то там с какой-то горы и так далее, но по ровной площадке 50 максимум, и согласитесь, данная подвижность, она очень клевая для ПТшки, чтобы можно было заехать, ребят, и занять какую-нибудь позицию раньше, чем туда подтянутся ваши соперники. Что же касается, в чем еще фишка подвижности, в том, что если вдруг какой-нибудь АМХ завтыкал, а единственный, кто у вас есть в поддержке, это товарищ, который барабанный, но перезаряжается в вечность, вы можете вполне спокойно развернуться и свилять с того направлением, которое для вас оказалось невыгодным. В этом безусловный плюс АМХа. Я, честно говоря, был очень сильно удивлен такой подвижности машины. По точности, ребят, точностью орудия, это я сейчас психанул, мне надо было просто подождаться, пока, подождать, пока ТВПшка устаканится, и тогда отбросить, и я бы, в принципе, вполне спокойно попал туда, куда хотел. Точностью орудия меня в основном радует. Были, конечно, игровые моменты, когда мне не понравилось то, что мой снаряд полетел не совсем туда, куда я ожидал. Но, ребят, это больше вот эта вот наша игровая подкрутка в игре, чем закономерность для данного орудия. В целом, ребят, вот с таким установленным оборудованием и амуницией, работать на средних и дальних расстояниях вполне себе даже комфортно. Вы вполне нормально, бодренько сводитесь, вы очень даже себе нормально выцеливаете серые зоны даже на дальних расстояниях, ну, а увеличенный уровень пробития только облегчает вашу задачу. Что касается альфы, которую ты накидываешь. Да, прикольная, вопросов нет, но очень, очень часто, ребят, бывает такое, что альфа заходит не в том количестве, которое ты бы хотел увидеть у себя по результатам своего выстрела. Блин, ну чё ж ты остановился, ё-моё. Так вот, ребят, альфы порой не хватает. И это ещё одна подкрутка, которая вас ожидает, играя на данной ПТшке. У меня было несколько раз так, что я кидал соперника, которому по определению не должно было сейчас хватить его ХП для того, чтобы выжить. И, к сожалению, он не вылетал в ангар. Есть такой прикол у данной ПТшки, поэтому, когда вы раздумываете над тем, а заберёте или нет, будьте готовы к тому, что не факт, ребят. Не факт, что вы сможете забрать того, кто вроде бы должен быть сейчас для вас абсолютно шотным. Это второй прикол ПТшки. И третий прикол ПТшки заключается в том, что у неё не совсем хорошие углы поворота орудия вправо-влево. И это добавляет немножко дискомфорта. Когда вы работаете на дальнем расстоянии, это не настолько существенно. А вот когда вы пытаетесь отстреливать на средних расстояниях, и если вам придётся доворачивать своё орудие, за счёт доворота корпуса, вы будете сразу уходить на дополнительное сведение. Что же касается дополнительного сведения, ну, я имею в виду повторного сведения, то здесь прикольчик заключается в том, что, как во многих танках, данное орудие пока нормально полностью не сведётся, имеет возможность бросать не совсем туда, куда надо. Знаете, почему сейчас я себе подобного смог унести в ангар, а он меня не пробил? По одной простой причине, потому что у него не установлены вот эти вот плюс 13 к пробитию. Это то, что я говорил изначально, что лучше вы потратите дополнительных там пару-доль секунды на то, чтобы перезарядиться, чем вы не пробьёте в такой игровой ситуации. Что касается результативности, результативность сейчас по бою не очень, но мы больше с вами заценивали такие вещи, как подвижность, такие вещи, как возможность пробивать, выцеливать и так далее. Обязательно сейчас запрыгиваем в следующую катку, здесь уже попытаемся поработать больше на результат, ну и поговорим ещё о определённых нюансах по данной ПТ-шке. Как и многие танки в нашей игре, ПТ-шка, имея хорошее, по сравнению с другими, бронирование салба, соответственно, имеет крайне скудное бронирование по корме и по борта. Ну так, чтобы вы понимали, корма сзади делится на три участка. Средний, ну там бронелистом это не назовёшь, да, вот средняя полоса, которая у вас есть вот здесь вот сзади, да, там где лопата у нас навешана, вот здесь вот у нас самое крепкое место, 100 миллиметров, ребят. Если смотреть выше, вот откуда дымок у нас уходит, там где двигатель походу находится, там брони фиг да нифига, 50, но ещё более скудно вот здесь вот внизу, там совсем маловато, 40 всего лишь. Что касается бортов, борт, вот задняя часть борта квадратная, там где дополнительные куски гуслей навешаны. Траки, да, по-моему, называются. Так вот, ребят, там у нас броним тоже практически нет, 50. О чём это говорит? О том, что ни в коем случае никому, ребят, не поворачивайтесь тылом или боком. Или вы играете мордой, или вас начинают разносить. Что касается подвижности покрутиться, да, подвижная, но меня пару раз, ребят, закручивали, ребята, которые довольно быстрые, допустим, тот же ЛТТБ меня, в принципе, закрутить бы смог. Пускай и не с сильно хорошей лёгкостью для него, но в целом, ребят, может. Как видите, подвижность поворота вправо-влево, она, в принципе, достойная. Я сейчас, блин, заценивая подвижность машины, немножечко потерял игровой момент, мог сейчас абсолютно спокойно в башню ЛТТБ закинуть, но, к сожалению, сплоховал. Уж больно хотелось мне вам показать, насколько машинка достойная в отношении того, чтобы её не так уж легко было закручивать. Что касается скорости полёта снаряда, его увеличивать нет необходимости, потому что даже без увеличения, ребят, идёт себе очень-таки бодренько. Мне, честно говоря, нравится. На дальних расстояниях, ребят, упреждения для того, чтобы в кого-то попасть, особого брать нет абсолютно никакого смысла и нет абсолютно никакой необходимости. Единственное, чего, ребят, помните, что, как и многие ПТшки, данная ПТшка не сильно любит сближаться с соперниками. Сближаться с соперниками необходимо, ребят, тогда, когда вы практически уверены в том, что можете либо действительно очень достойно помочь своим союзникам, либо имеете шансы самостоятельно продавить какое-то направление. В противоположном же случае ни в коем случае не пытайтесь сближаться с вашими врагами, дабы вам не сделали больно и неприятно. Так, ну что, поехали, попытаемся поработать от КД, ТВП, в ЭТЮ танчик, конечно, хороший, но главное, чтобы мы дождались момента игрового, в котором мы начнём его разносить, а он, бедняга, будет перезаряжаться. Не смог зайти в борт, явно хотел сейчас обойти, то, что я вам говорил, как только схлестнулись с врагом, будьте готовы, что вас разнесут именно по бортам, как видите, сзади абсолютно спокойно пробили, но, короче говоря, ребят, борт ни в коем случае не подставлять. Вот здесь сейчас, исходя из того, что ТВПшка находилась сверху, я снизу, приведёнка была меньше, соответственно, верхний бронелист меня пробило, и мне почему-то кажется, что Билла ТВПшечка меня всё-таки голдой, а не обычным снарядом. И в целом, ребят, от голды как бы особо не спасёшься. Что касается результативности, смотрите, по результативности за 1780 единиц при победе, при третьем знатьке классности, мы получили с вами фарма, ну, я бы сказал, не так уж и много, 55-400. И честно говоря, АМХ особым фармером не назовёшь. Всё-таки это ПТшка не для того, чтобы фармить. Я вам скажу за себя, за те деньги, за которые я её приобрёл сейчас на аукционе по последней сниженной цене, ребят, я доволен как слон, реально. Кусать ли себе локти, ну, я бы не сказал, что прям грызть надо себя, но, возможно, вы пропустили. Возможно, взять ПТшку, которая действительно годная и что-то может в боях. Может помогать, может быть очень но, честно, ребят, таким же хорошим танком поддержки вполне спокойно может быть Ияк Тигр 8.8. Хотя, да, ребят, всё-таки вот этот товарищ, он не настолько проворный, как АМХ и это их очень большое отличие друг от друга. Хотя, по скорострельности, по точности 8.8, ну, я бы сказал, не уступает. Мне АМХ зашёл. Если он зашёл вам, пишите в комментариях. Если он вам не зашёл, тоже обязательно пишите в комментариях. Ребят, такими комментариями вы, возможно, поддержите тех, кто не успел приобрести себе АМХ, ну, либо не посчитал за необходимое тратить свою голду на него. Мастхев ли это? Нет, ребят, абсолютно не мастхев. Прикольный? Да, однозначно. Это была абсолютно открытая, прозрачная правда по поводу АМХ CDA 105. Если вы за честность, как я уже говорил, подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео, а я вам буду безумно благодарен. Ну что, до встречи в следующих видосах. и спокойствия.